Часовщик Хвать часы о стол Я время с треском расколол Детали к черту разлетелись Быть может мы уже в конце И каменеет на лице Да историческая честь Я страшно давно не выступал Так вот Перед аудиторией один И даже почти забыл Как это делается Последние годы Писать было Трудно Особенно прозу Знаете в наше время Прозу писать Это все равно что Во время землетрясения Рисовать геологическую карту Там где были горы Оказывается пропасть Там где Были Долины Какие-то новые холмы Появляются И вообще В столь движущейся Действительности Как наша Очень Трудно Найти Точку отчета Но Слава Богу С полгода тому назад У меня записалась Как будто бы Проза Новая Мне удалось написать Несколько глав Где я Пытаюсь Осознать Где мы живем Что с нами Случилось Откуда мы вышли В какой-то мере Пытаюсь ответить на эти вопросы И вообще Мне хотелось бы Так как Аудитория Достаточно Интимная И Можно поговорить Я бы Постарался Ответить На вопросы Которые у вас Возникают Если Я смогу Как вы Относитесь К событиям В Грузии Да Сразу Попался Самый Драматичный Вопрос Ну как Я с тревогой Конечно Слежу За всем Тем Что Делается В Тбилиси И конечно Меня как Абхазца Тревожит Судьба Абхазии Поскольку Противоречия Какие-то Были В свое время Гамсахурдия Даже просил По-моему Полномочия У парламента Для того Чтобы Как это Легко Понять С позиции Силы Значит Установить В Абхазии Более угодный Ему порядок Я надеюсь Я надеюсь Что Разуму Хватит У всех Чтобы не Применять силу А Потому что Это ни к чему Не приведет Сколько бы Крови Не пролилось Все равно Придется Прийти К миру И конечно В общем Меня это Безумно Тревожит Надо Рассчитывать На разум К сожалению События Последних лет Нравственно Так Раздергали Людей Что они Во многом Потеряли Всякий Стыд Всякую Сдержанность Всякое Этическое Начало У нас В Абхазии Бывают Знаете Свадьбы Или Поминки В деревнях Особенно Много Людей Собирается Огромные Застолья Бывает Я никогда Не видел Ни разу В жизни Хотя Иногда Бывает Но Просто Об этом Уже потом Годами Рассказывают Что произошла Какая-то Скандальная Ситуация Скажем Два Человека Схватились Это Хватает На много Лет Разговору Почему Потому что Есть Какой-то У нас Очень Сильный В этом Смысли Этический Закон Что это Последний Позор Испортить Хозяину Ну скажем Праздничное Застолье Тебя После этого 20 лет Будут Говорить Вот этот Человек Который Насканалит И даже Если что-то Начинается Сразу Ну так Голоса Голоса Повышают Двое Их Разводят И я Никогда Не Видел Я думаю Если Не видел Чтобы Произошла Скандальная Ситуация Люди Горячие Тем более И выпивают Как вы понимаете Не слабо Но Вот это Сдерживающее Начало Это то Что в подсознании Даже пьяного Человека Сидит Что Большего Позора Нет Чем Скандал В застолье Мне хотелось Бы Чтобы в какой-то Мере Все наши Народы Усвоили Это Запомнили Это И Хотя бы Этот Переходный Период На этот Переходный Период Отложили Бы Свои Взаимные Претензии Потому что Страшно Будет Если Ко всем Трудностям Прибавятся Новые Национальные Трудности Ну Будем Надеяться Насколько Это От нас С вами Зависит Я полагаю Что Человек Что бы Не случилось Даже если Он знает Что через Два часа Я не знаю Земной Шар Взорвется Он эти Два часа Должен Жить Так Как Он Жил бы Если бы Ничего Не случилось Хотелось бы Нашим Народом Такой Выдержки Пожелать Год Полтора Видимо Будут Очень Трудные А потом Абсолютно Уверен Что Начнется Всеобщее Оздоровление И экономической Жизни И Психического Климата Ваши рассказы Такие Добрые Добрые Но зачем Вы написали Кроликов и Удавов Спасибо Значит За первую Часть Этой Записки А во второй Что я могу Сказать Я ее написал В очень Трудные Времена Достаточно Беспросветные В одно Лето Брежневское Когда Казалось Что Очень Плохо Вот Мне Пришлось Мне Пришло В голову Написать Такую Сказку Может быть Ну В общем Так сказать Тоже Вроде Что-то Такое Философской Притчи Фазиль Абдулович Что Сегодня Делать Человеку С собой Ну Что Человеку Делать С собой Что Я могу Пожелать Более Того Что Я Сказал Я Не Могу Пожелать Сейчас Самое Главное Каждому Человеку Все Таки Как бы Ни Было Трудно Сделать Своё Дело Вот Отрезок Своего Дела Сделать Даже Если Ты Знаешь Что Все Провалится Но Твоя Совесть Будет Чиста Я Сделал То Что Мне Положено Знаете Есть У Булгакова Рассуждение Относительно Разрухи Если вы Помните Там Профессор Говорит Вот Говорят Все Разруха Разруха Извините За выражение Значит Он Говорит Если Я В своем Туалете Буду Мочиться Мимо Унитаза У меня В туалете Будет Разруха То есть Страшно Много Разболтанных Людей Которые Все Сваливают На плохие Времена Какие Бы Времена Ни Были Мы За них Отвечаем И Каждый Сам Отвечает Перед Страной Перед Самим Собой Прежде Всего За Свои Дела У Нас Знаете Есть Такое Наша Болезнь Это Не касается Какой-то Отдельной Национальности А Всех Всех Людей Нашей Страны Некая Такая Странная Российская Ментальность Это Завышение Постоянное Невероятное Завышение Этической Задачи Жизни Я думаю Что это Давным-давно Но Это Завышение Задачи Имеет Свою Подлую Хитрость Когда-то В Карамазовых Вы Помните Известные Слова Относительно Слезинки Ребенка Митя Карамазов Говорит Что Никакое Счастливое Будущее Не стоит Одной Слезинки Ребенка Мы Воспринимаем Эти слова Как слова Достоевского Самого И это Правильно Но С другой стороны Это все-таки Говорит Герой Достоевского Митя Карамазов Давайте Подумаем Кто Такой Митя У него Ни жены Ни ребенка Но он Подсознательно Знает Что у него Никогда Не будет Ребенка Потому что Он Он Своего Ребенка Не потому что Он плохой А просто По По гулянке По пьянке Забудет В ближайшем Трактире Я так понимаю И он Чувствуя Свою Вину Перед Своим Будущим Ребенком Как бы Ставит Такие завышенные Условия Создайте Мне такие Условия Чтобы я Мог Воспитать Ребенка Не пролив Ни единой Слезинки Но так Воспитать Ребенка Невозможно И так У нас Во всем Что мы Сделали В семнадцатом Году Мы Обещали Всему Миру Обновление Коммунистический Рай И на всех Этапах Шло Это невероятное Завышение Задачи Вы понимаете В чем Дело Ну Например Страна В лице Ее идеологии Целую Нацию Учила Что надо Жить Подвигом Что жизнь Это подвиг Это же Собачья Чушь На подвиг Способен Только Я бы сказал Этический Гений Это редкий Человек И вот Это вот Завышение Постоянное Завышение Жизненной Задачи Она С одной Стороны Одних Людей Приводит К чувству Неполноценности А с другой Стороны Она Дает Возможность Скрыть Неспособность Жить Нормой Мы Должны Научиться Жить Нормой Не Ставить Никаких Задач Несвойственных Обыкновенному Человеку Не Строить Никаких Прогнозов На далекое Будущее Тогда как Мы Не знаем Что с нами Будет Через Три Дня То есть Я имею Ввиду В нашей Общей Жизни То есть Мы Должны Приходить К Обыкновенной Норме Цивилизованного Человечества Никакого Другого Пути Нет И не Может быть И вообще Даже Сама Идея Что Россия Пойдет Каким-то Иным Путем Это тоже Хитрое Сокрытие Неспособности К норме И нежелание Нормы А каким Другим Путем Есть Какие-то Ну Достаточно Проверенные Общественные Законы По которым Движется Человечество Все равно Во всех Странах Они принимают В известной Мере Национальный Облик Но это не меняет Их Истинной Сущности И так Будем Нормальными Можно вопрос Вы знаете Вот Вы как-то Так сказали Что вы притчу Написали в тяжелые Времена Брежневские Времена И Как будто Даже Извинились За нее Ну вот Я например Считаю Что это Одно из ваших Наиболее Сильных Вещей Потому что Действительно Философская Притча Она На мой взгляд Она актуальна И исторична И Ну неужели Вы считаете Что вот сейчас Вы Написали бы ее Как-нибудь Иначе То есть Вот Скажем Какая-то Кроличья Наивность Куда-то Делась Или Удавы Пропали Если бы Вы сейчас Написали Эту притчу Скажем Как бы Вы написали Ну Пуч Там И все Остальное Это первый Вопрос А второй Вопрос Может быть Менее Серьезный Вы Очень Хорошо В свое Время Описали Москвичей По свежим Впечатлениям Не хотелось Ли вам Создать Истории Типа Чигенских Историй О москвичах Вы знаете Вот в этом Романе Который Я задумал И Так Частично Фрагментами Пишу Там Будут Главы И о Москвичах И о Москве Что касается Кроликов И удавов Сейчас бы я Конечно Это не стал Писать Вы понимаете Как бы История пошла Как вы помните Тогда Кролики Я уже сам Плохо помню сюжет Не перечитывал Не послушал Не послушались Своего мудреца Но в результате Переполоха Удавы Удавы Научились Душить Кроликов Я надеюсь Что нынешнее Состояние Не приведет Нас к тому Что Как бы Несколько Разжиревшие Удавы Потерявшие Власть За этот Наш Переходный Период Благодаря Нашей Глупости И нашим Упущением Найдут Новые Формы Удушения Кроликов Полагаю Что Мы Немножко Подросли И уже Не совсем Кролики Фазиль Абдулович Можно еще вопрос Пожалуйста Хотелось бы Узнать О чем Вы разговариваете Когда Вы пьете Кофе На набережной В Сухуме У себя дома О чем Мы говорим За кофе В Абхазии О том же О чем Говорят В московских Кухнях Спасибо Фазиль Абдулович Можно вопрос Да Пожалуйста Студия Абхазфильм Снимает По вашему Произведению Фильм И говорят Что это Будет Фазилевский Скажите Пожалуйста Возможно Ли снять Фазилевский Фильм То есть Ваше Произведение Приложить Ну В принципе Конечно Возможно Но По моим Рассказам Делали Фильмы Я думаю Фильм О Сталине Который Сделал Режиссер Кара Интересный Фильм Но Я не знаю По какой причине Его почти Не показывали В принципе Это очень Трудно Сделать Потому что Мне кажется Что Режиссеры Читая мою Прозу Как-то Увлекаются И Забывают Что Моя Поэтика В самом Слове Там Так сказать Мало Каких-то Бурных Действий И Больше Как и В прозе В общем Всякой Играет роль Слово Как таковое А кино Это другой ряд Должен Найтись Такой Режиссер Который Почувствует Что Это слово Можно перевести В этот ряд Тогда Я думаю Получится Ну В общем Я Мало Озабочен Тем Что делается В кино Особенно Так сказать С моим Кино Дай бог Опять же Возвращаясь К разговору О норме Свою задачу Выполнить Спасибо Верно ли Что В последней Экранизации Маленького Гиганта Большого Секса Режиссер Досталь Отправляет Бедного Марата Совершать Свои Любовные Подвиги В Америку Как вы К этому Относитесь Вы знаете Я во-первых Совершенно Не в курсе Этого Фильма Я знаю Что он Снимается Мне Как-то Позвонил Один Молодой Человек Сказал Что Вы знаете Тут Вот Какие-то Люди Учебный Фильм В одну Часть Что ли Собираются Делать Можно Ли Право Даете Вы Нам Я Говорю Ну А это Не помешает Сделать Настоящий Фильм Потом Нет Говорит Это Никакого Отношения Не имеет Он Пришел Ко мне Какой-то Бумагу Принес Договор На Тысячу Рублей И Ушел Проходит Какое-то Время Я слышу Делается Значит Полнометражный Фильм Так Начинается Так Коммерческая Жизнь В стране Грубость Первоначального Накопления Как говорится Я Все Забываю Не знаю Кому Позвонить И узнать С чего Это Они Меня Обманули А так Я ничего Не Я слышал Что В Сухуме Снимается Фильм И Насчет Америки Ничего не слышал Как вам кажется Наше государство Погибнет Окончательно Я не думаю Что Наше государство Погибнет Окончательно И Вообще Так сказать Дело Даже не в государстве То государство В котором мы жили Оно уже погибло А мы все еще Живем Слава Богу Речь идет о том Чтобы народ Вышел из кризиса И Более-менее Окончательно Оформился бы Тип Демократического Государства Который Благополучно Живет То есть Благополучно Существует В Европе И во всем Цивилизованном Мире Я считаю Что это возможно Но при этом Конечно У правительства Должна быть Огромная Ответственность Надо не забывать Что в это время Нужно искать Самые 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 умные Самые мягкие Самые Рациональные Ходы И менее Всего Думать о Собственной Карьере Потому что Правительство И люди Правительства Могут сломать голову Вместе со своей Карьерой Если Они Свою Энергию Будут Употреблять На то Чтобы Стать над Кем-то Отодвинуть Кого-то А не Отдать Все силы Вот этому Обновлению После Путча Я уже Говорил об этом Как-то Получился Необычайный Исторический Момент Необычайное Добровольное Доброжелательное Соединение Новой Государственности С народом Впервые Народ Почувствовал Что Вот эти Люди Честные Люди И мы За них Это момент Кристаллизации И новой Государственности Никак Нельзя Терять Тут Надо Поспевать За ним Надо Ни одним Движением Ошибки Все такое Может быть Но Безнравственности Никак Не должно Допускать Новое Правительство Ни в коем Разе Это Даст Возможность И народу Запастись Терпением И Правительству С другой стороны Чувствуя Доверие Народа Вдохновляться На более Полную Хорошую Работу Я не знаю До конца Ли понимают Наши новые Правители В данном случае Правительство Ельцина Необычайность Этого исторического Момента Который Может Не повториться Тут Должно быть Понимаете В такой Период Огромное Значение В нормальном Буржуазном Государстве Почти Никакого Значения Для людей Не имеет Хорошее Правительство Посредственное Правительство Это До 5-10% Может улучшить Ухудшить Жизнь Люди Живут Своей Жизнью Правительство Почти Своей Но Сейчас У нас Колоссальное Значение Имеет Вера Народа В честность Правительства И даже Если Правительство Духом На этот Уровень Пока Не тянет Оно Должно Дотянуться До этого Уровня До уровня Веры В такой Исторический Момент Вера Играет Огромную Роль Считаете ли вы Что Вам Жизни Повезло Если повезло То в чем Это знаете Огромный Философский Вопрос И не будем Его Разбирать Можно вопрос Да Извините Пожалуйста Я не очень Хорошо Говорю по-русски Но Я журналист Немецкого Журнала Шпигел И Хотел бы Сдать Такой вопрос Я думаю Что Евтушенко Однажды Писал Что поэт В России Больше Чем поэт Вы думаете Что это И сегодня Правда Такой вечер Как Теперь Может быть Что это Пример Для этого Или Этот роль Эта роль Кончается Потому что В конце концов Демократия Будет В России Я вас понял Хорошо Это очень важная Тема Конечно Понятно Что Евтушенко Хотел сказать В сущности Говоря С одной Сторону Он это Говорит Как бы С гордостью И с Законной Гордостью Но Здесь Есть И Может Скрытое В этом Световреме А может Быть Ее И не Было Но Есть И Определенные Определенный Драматизм В сущности В конечном Итоге Поэт Везде Должен Быть Только Поэтом И Все-таки Мы должны Стремиться К тому Чтобы Внутренние Задачи Сложности Всей Человеческой Жизни Счастье Несчастье Короче Говоря Весь Внутренний Мир Больше Занимал Бы Поэта Чем Внешне Но Вопрос Не так Прост Как Кажется Известное Несовершенство Социальной Жизни Но До известной Степени Оно И Художнику И поэту Силу Придает Более того Даже Существование Цензуры Если Она Ну Не Совершенно Свирепая Как Сталин Скиждановская Но Существование Цензуры Как это ни Странно Это Тоже Способствует Развитию Художественного Мышления Потому что Оно Заставляет Художника Быть более Гибким Подобно Тому Как Знаете Истинные Свойства Скаковой Лошади Мы можем Оценить Когда она Переходит Препятствие Так Истинные Способности Мыслителя И художника Может быть В известной Мере Лучше Проявляются Когда Есть Препятствие Но Вся Тонкость Вопроса Состоит В том Что Степень Препятствий Непонятно Какая Понятно Что Очень Большое Препятствие Оно Душит Искусство Полное Отсутствие Препятствий Немножко Расхолаживает Художника Я думаю Что Все-таки Ощущение Социальной Неполноценности Общества Какое бы Это общество Не было Советское Или Буржуазное Мне кажется Это Необходимо Художнику Хотя Иногда Это страшно Злит Его Надоедает Какая-то Социальная Соль Чуть-чуть Необходимо В искусстве Иначе Оно Может быть И глубоким Но пресным Слишком Соль Нужна Разрешите Вопрос Верите Либо В Бога И в какого Или у вас Своя личная Вера Вы знаете Я верю В Бога Но Особым Образом В том Смысле Что у меня Не возникает Скажем Желание Молиться Я например Чувствую В лучшие Творческие Минуты Я чувствую Что та сила Которая Ко мне Приходит Она Не полностью Моя И мое Чувство Самоконтроля Подсказывает Мне Что было бы Нечестно Приписать В силу Вдохновения Только Чему-то Данному Мне Природой Какая-то Сила Помогает И Я полагаю Почему же Мне не верить В эту силу И если я Перестану Верить В эту силу Не Не покинет Ли она Меня Значит у вас Какое-то Личное Представление О Боге Да Да Я бы Сказал Простое Крестьянское Представление Вот Наука Мне Говорит Пахать Вдоль А я По урожаю Знаю Что Пахать Поперек Лучше Так Чего же Мне Слушать Науку Когда я Вижу Что В этом Вопросе Вижу Плоды Спасибо Большое Пожалуйста Сквозь Листья По струе Луча Жара Стекает На лощины Кувшины Моют У ручья Три Женщины Как Три Богини Берут За шиворот Кувшин Чтоб Воду Выплеснуть Наружу Как Будто Прошлогодних Вин Безжалостно Смывают Душу Чтоб Не осталось И следа Звенят Кувшины От затрещин Стекает Пьяная Вода К ногам Разгоряченных Женщин Я Останавливаюсь Вдруг Внезапным Сходством Пораженный В загаре Обнаженных Рук Загар Кувшинов Обожженный Работала День Ото Дня В порыве Творчества Едином Природа Солнца И огня Над Женщиной Над Кувшином Прекрасно Древняя Игра Где Шлепают Водой Из Ведер Где Линии Кувшинь Их Бедер Идут От Женского Бедра Широкий Материнский Жест Чадохранительницы Края Винохранилища Катая Смеясь Купают Как Невеста Во все времена В России Было такое Неофициальное Понятие Первый поэт Спросите Кто у нас Первый поэт Сегодня У поэта Было бы Некорректно Но Спросите У прозаика Подобное Вполне Прилично Кто по вашему Сегодня у нас Первый поэт У нас Есть Я просто Сейчас Знаете Не хочу Этим Заниматься Пять Шесть Поэтов Которых Можно Назвать Очень Хорошими Но Самый Сильный Безусловно Как к нему Не относиться Это Иосиф Бродский Хотя он живет В Америке Но Стихи его Написаны На русском языке Поэтому Это Русская поэзия Вопрос О языке Вы затронули его Отвечая О Бродском Вопрос Определяет Сущность Нации Язык Главное Для нации Вы по национальности Абхазец А пишете На русском языке Вот Как это Объяснить И второй вопрос Сразу задаю Ваш любимый Герой Которого вы создали Герой? Да Литературный что ли? Которого вы создали Ну Почему я пишу по-русски? Просто Я с детства Во-первых Сразу стал Я Вырос в Сухуми А Сухуми Город Многонациональный И Язык Язык Который Соединял Все нации Был русский язык Так что я С детства Сразу заговорил По-абхазски И по-русски Пошел в русскую школу И к концу школы Как и Многие люди Стал Многие Так сказать Которым В будущем Ну Предстояло Стать Писателем Или журналистом Или поэтом Писал стихи По-русски Так и пошло И русский язык Стал для меня Языком Творческим Ну Это явление Довольно Распространенное В мире Как знаете Знаменитый Английский Морской писатель Конрад Он по происхождению Был поляк И даже Насколько я помню Первые его вещи Были Недостаточно Написаны На недостаточно Хорошем Английском языке И критика Как будто Его И высмеивало За это Однако Он Очень хороший Ныне Всем миром Признанный Писатель Я это говорю Как Некую Возможность Но У меня Более сложный Случай Смысл Которого В том Что я На русском языке Пишу Пою И описываю Абхазию В какой-то момент Я вдруг понял Что То что я увидел Может уйти Из жизни И может быть Ну Писатель всегда Тешит себя Надеждой Что он Знает Нечто Такое Чего Другие Не знают И он Должен Это знание Другим Передать Без этой Иллюзии Без этой Энергии Заблуждения Как говорил Толстой Вообще Невозможно Садиться За большой Труд Таким образом Я пишу По-русски Но Описываю Поэтизирую Абхазию Ваши произведения Переводятся на Абхазский язык И издаются там И вы считаете их На Абхазском К сожалению Очень мало Должен вам сказать На иностранном языке Больше переводится Чем на Абхазке Спасибо И второй вопрос По героям Ну вы знаете Мне так Трудно сказать Я бы сказал Если Сандро Взять Может Дядя Кязем И Широколобы Есть такая глава Буйвол Это Как бы Мои Любимые герои С одной стороны Значит Человек С другой стороны Сейчас Это только Мне мысль Пришла в голову Эта глава Близится К концу Эпоса Широколобы Я как бы Последнее героическое Деяние Передаю Буйволу Для того Чтобы Героизм Был бы Реалистичней То есть Когда люди Почти утратили Возможность Быть героями Реалистичней Мне показалось Сделать Буйвола Героем Спасибо Еще пожалуйста Вот На этот микрофон Фазиль Абдулович Внимание Такой вот Может быть Несколько Специфический вопрос От лица Молодых писателей Какие были Задачи перед вами Когда вы Входили в литературу И какие На ваш взгляд Сейчас стоят Задачи Перед нами Молодыми писателями Вы знаете Ну Задача Искусства Вечная Одна Это При помощи Того искусства Которым Скажем Занимаюсь я Искусство Слова Передать Людям Свои мысли Свои наблюдения Свой опыт И есть Конечно Так сказать Ну И некая Сверхзадача У меня Во всяком случае Может быть Она отчасти Вызвана Тем Что у меня Бывали Письма Читателей С достаточно Большом Количестве С одной Такой Нотой Что вы Помогли Мне Ну Как бы Это сказать Поточней И Не слишком Громко Не знаю Ну Выйти из Тяжелого Состояния Скажем И какая-то Сверхзадача Конечно Она Видимо Может быть Я сам себе Помогаю Выйти из Тяжелого Состояния Когда пишу Это Взбодрить Немножко Своего Читателя Немножко Сделать Так Чтобы в мире Было Меньше Унылости Мне Кажется Задача Сама По себе Неплохая А что Касается Молодых То Вы знаете Всякое Поколение Приходя В искусство Что думает Что оно Решает Какую-то Новую Задачу Может быть Кого-то Тешат Такие Иллюзии Пусть Он ими Тешится Всякое Искусство Это новизна Когда Ты Точен В своих Чувствах И точно Владеешь Своим Инструментом Но Форма Может быть И классической И я думаю Что даже Сегодня Можно Хорошее Стихотворение Написать Гигзаметром Это Зависит От силы Художника От его Многих И многих Художественных Возможностей Стремление Во что бы то И не стало Обновлять Искусство На 90% Это стремление Даже если Художникам Неосознанно Шарлатанское Стремление Это Человек Подсознательно Знает Что он Банален И боится Показать Это В обычных Поэтому Он Прибегает Совершенно Таким Экзотическим Приемом Которые Наивного Человека Могут Обмануть Но Человека Искушенного В искусстве Никак Не обманешь Ибо Скажем Если Это Литература То Все Решает Этическое Или Комическое Напряжение Которое Возникает Между Первой И последней Страницей Ты сумел Создать Это напряжение Значит Читатель Тебя поймет И Ну Тот Который Близок Тебе И полюбит Не сумел Тебе Не помогут Никакие Формальные Ухищрения Как бы Лично Вы Да Фасилий Абдулович Как бы Лично Вы прожили Последние Два Часа Вы знаете Я бы Постарался Бы Два Варианта Сейчас мне В голову Приходит Или читать Очень хорошую Книгу Или играть Со своим Сынишкой Это Мне кажется Лучшее Что я мог бы Сделать Последние Два Часа Бывает Сын С детьми Играя Заметив Издали Меня Замрет И смотрит Не мигая А за спиною Беготня Нырнуть В игру Или хотя бы На миг Сорваться И прильнуть Ах С папою Или без Папы Еще до вечера Чуть-чуть О, этот взгляд Мне душу Рвущий Как бы Растерян и Слегка Не узнающий Узнающий Издалека 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 Многие Национальные Писатели и поэты Пишут на русском языке Как вы к этому Относитесь Например, Айтматов, Сулейменов И другие Да, я сам Отношусь Как вы знаете К другим Это Естественное явление Мощь русского языка И русской культуры Она Распространялась Естественно По всем уголкам России И Люди Других языков Других национальностей Которые Имели Счастье Почувствовать По-настоящему Русский язык Они Я думаю Если они при этом Писатели Они Вполне Могут Почувствовать Его Вторым Родным Я вообще Думаю Что Скажем Российский Ребенок Независимо От национальности Если Он В детстве Плакал Читая Песня О вещам Олеги Он Все знает О русском языке Он Может Работать В нем Как вы Относитесь К Оксенову Хорошо Отношусь Он Хороший Писатель Но Бывает И Неровным Мы Студенты Литинститута Три вопроса Нет ли у вас Желания Написать Пьесу Расскажите Пожалуйста О годах О годах Вашей Учебы В литинституте Приглашали Ли вас Есть ли у вас У самого Охота Вести В нашем Институте Семинар Я одно Время там Вел Семинар Это когда Была Абхазо-грузинская Группа Ну потом Мы Каким-то Образом Расстались Как-то Безболезненно Особого Желания Вести Семинары У меня Нет Мне Кажется Что Как-то Самому Писать Интереснее Чем Учить Писать Других Вообще Это опасно Я думаю Желание У писателя Возникает Когда у писателя Возникает Желание Учить Писать Других Я думаю Для писателя Это опасно Нет ли у вас Желания Написать Пьесу Сейчас Нет Когда-то Было Я ее написал Ее поставили Правда Очень Так сказать Изрезов В театре Сатирой Я даже не знаю Она идет Сейчас Или Уже Не идет Несколько лет Шла Но Что сказать О паре Учебе Моей учебе В Литвинситуте Это были Сталинские годы Потом Сталин Умер У меня У меня У меня Просто Сейчас Мне Не приходит В голову Достаточно Интересные Эпизоды Времен Учебы В Литвинситуте Помню Как только я Пришел В Литвинситут Я случайно Открыл Какой-то Старый Старый 20-х годов Журнал И прочел В переводах Багрицкого И Дементьева Стихотворение Перевод на русский язык Стихотворение Римбо Париж заселяется вновь Меня этот перевод Так потряс Что я дня Три ходил С каким-то гулом В ушах Я тогда почувствовал Этого Невероятного Французского Гения Как известно Римбо писал Примерно С 15 До 19 Лет Потом он бросил Писать Уехал в Африку Загадочная жизнь Умер То есть это Классик Который Стал Великим Классиком Перестав Писать В 19 Лет Невероятная Биография А в 40 Умер Он будучи Таким Ну Человеком Авантюрной Биографии Проживал В Африке Вот тогда Это совершенно Социальное Стеатворение Посвященное Гибели Парижской Коммуны Но написано С невероятной Творческой силой Как вы Относите К тому Что многие Творческие люди Занимаются Сейчас политикой Например Становятся Депутатами Да Отношусь Довольно Кисло Учитывая Что я Сам Депутат Но Так Вот Меня Земляки Тогда Как-то Упросили Я сначала Почувствовал Знаете Как бывает Первое Впечатление Что это Все-таки Не для Меня Я Не могу Такой Огромной Невероятной Аудитории Она Меня Подавляет Значит Выступать И вообще Другой Подход У меня Я Писатель Я У меня Мозги Лучше всего Работают Когда я Один Вот Ну Что делать Ну Это Кончилось Слава Богу Без Больших Потерь Чего Вам Не могу Сказать Тут По-моему Просто Надо Было Бы Спеть Романс В ответ На этот Вопрос Как Вы Относитесь К телевидению Каких Передач Не Хватает На ТВ На Ваш Взгляд Вы Знаете Я Скажу То Что Вообще Думаю Всему Нашему Искусству Не Хватает Я Вы Сказал Ну Пусть Это Будет Звучать Наивное И Слишком Прямолинейно Этической Или Комической Мощи Человек Должен Или Смеяться Как Следует Улыбаться Или Потрясаться Высотой Трагедии Человеческой Души Всему Нашему Искусству Это не Хватает И Телевидению Тоже В частности Но Телевидение К сожалению Немножко Портит Наших Детей Это Понимаете Способ Познания В отличие От Книги Требует Меньших Усилий Хотя И что-то Дает Но Немножко Человек Паразитирует Немножко Привыкает Тому Что ему Кашу Вталкивают В рот Все-таки Пока что Никакое Искусство Я так думаю Не потому что Я писатель Не встала Выше Книги Книга Действительно Это Мощная Вещь И я Не верю Что она Когда-либо Кончится Это Какой-то Оптимальный Тип Общения С одной стороны Если хорошая Книга Доверие К тебе С другой Стороны Ты должен Душой Работать Чтобы Получить Удовольствие И человек Привыкает К тому Что Как сказал Заболоцкий Душа должна Трудиться В этом Смысле Я думаю Книга Лучше Всего Скажите Пожалуйста Кто Вы По Убеждениям Демократ Или Консерватор Вы понимаете Это Трудно Сказать В России Спутаны Совершенно Понятия У нас Никаких Консерваторов Нет У нас Есть Ну Формально Хотя бы Так сказать Люди Более-менее Демократических Убеждений И Люди Или Просто Бракобесы Вообще Так сказать Нормальное Состояние Нормального Человека В нормальном Обществе Это здоровый Консерватизм Человек И должен Быть На 90% Консерватором То есть Он Опирается На опыт Человечества На опыт Того Что было И только На 10% Он должен Думать О том Что что-то Может Измениться В прошлом У нас Скажем Толстой Шекспир А в будущем Бабушка Надвое Сказала Так что Так сказать Знаете Бесконечное Стремление К такому Демократическому Франдерству Это Довольно Довольно Таки Дешевая Вещь Но Я повторяю Что До настоящих Консерваторов Нам далеко Еще У нас нет Консерваторов Вот скажем В английском Смысле Этого слова Вот Скажем Консервативная Партия Мы прекрасно Понимаем Что это такое Это Это в общем Ясно Что Просят Рассказать О моем Участии В журнале В армахе Метрополь И Последовавших Репрессиях Вы знаете Это такой Давний вопрос Что мне не хотелось Бы поднимать Ну Репрессии Были Конечно Так сказать Ну Неприятности Просто Так сказать Я Во всяком Случа Всем Репрессиям Которым Подвергался В литературе Были чисто Экономические Меня никто Не сажал Но после каждого Скажем Письма Подписанного Защиту Какого-то Осужденного Или сидящего Просто нажималась Кнопка И переставали Печатать Поэтому Речь может Идти только Об экономических Репрессиях Было Довольно Неприятно Потому что Честно Так сказать Сам Альманах Не стоил Того Шума Вазилий Абдулович Минутку Внимание Я хочу Продолжить Вопросы Моих Собратьев Из литературного Института Таким вот Вопросом Каково было Ваше чувство Когда вы увидели Опубликованным Своё первое Произведение На страницах Газеты Журнала Помню Помню Да Было очень приятно Потом Ну как бы Вам сказать Странное дело Знаете Печатный станок Он как бы Фиксирует Реальность Некоего Творческого Чуда Пока Конечно потом Когда стареешь Уже привыкаешь В общем так сказать Рукопись Всё равно На печатанном виде Тут происходит Какой-то Ты как бы Видимо В творчестве Есть Инстинкт Передачи Духовной Информации И только После того Как вещь Напечатана Ты как бы Уверен Что ты Эту бутылку Которую ты бросил В море Кто-то уже Схватил И ты уже Успокоился Чувство Напечатанное Есть какое-то Ощущение Довершения Творческого Процесса Но мы Писатели Старшего поколения К сожалению Ну У нас были Сложные Судьбы У всех Ну Кто более-менее Серьёзно Работал И по 10 По 15 И больше Лет Иногда Не печатались Наши вещи Приходилось К этому Привыкать Это кстати Говоря Ещё Знаете Вредно Для писателя Вот почему Напечатанная вещь Как бы Психологически Отрезает Вот то впечатление Над которым Ты работал Кончилось Ты пуст Ты должен Наполняться Новым содержанием И писать Что-то новое А когда у тебя Ряд повестей Или рассказов Лежат Ненапечатанными Ты думаешь Ооо Ещё есть у меня Всё впереди И это Людей Может быть Недостаточно Критически Мыслящих Всё-таки Расхолаживает Можно вопрос Да Вазиль Абдулович Вот Вы сказали Что Ну Детей Портит телевизор Но дело в том Что сейчас Просто не выпускают Книг Современных Писателей Хороших Для детей Там скажем Сказочные Повести Сказки И так далее Вы сами Не собираетесь Написать Для детей Я собираю Я пишу Книгу Ну Процентов на 80 Может её написал Это рассказы о Чике Если вам попадались Такие Я вот думаю Продолжить её И дописать Это Рассказы О Таком 10-11 Летнем Мальчике Спасибо Пожалуйста Вазилия Абдулович Можно минутку Вот тут Вопрос Хотят задать Наши английские Друзья Вот сейчас Подойдёт Один из них К микрофону По-русски Ты хорошо Говоришь Извините Я не очень Хорошо Говорю по-русски Ну Считаете ли вы Что Западный образ жизни Ухудшали Количество Литературы Советских писателей Которые Творчество Советских писателей Которые Эмигрировали На Запад Вы знаете Это Нелёгкий Вопрос Вопрос Этот Связан И с Возрастом Писателя И с Его Судьбой Судьбой Как она Сложилась В этой Западной Стране И со Многими Многими Вещами Я бы сказал Что Многие Набравшие Уже Силу Писатели С Достаточным Опытом Но это Можно Даже Судить И по Первой Русской Миграции Сильный Талант Если он С голоду Не умирает Он Не Слабеет На Западе Но это Сильный Талант Очень Трудно Сказать Средний И так далее Но Я замечал Что есть Некий Как это Не странно У Некоторых Некоторых Я повторяю А то Меня убьют Писатели Которые Наших Писателей Которых Я знал Здесь Уехали На Запад И множество Лет Там Прожили И теперь Мы встречаемся Иногда Какой-то Легкий Налет Как это ни странно Провинциальности В них есть Это удивительно Как будто бы Они Так сказать В центре Всех Европейских Событий Но Но Если Вдуматься Это абсолютно Неизбежно Поскольку Они Как-то Отрываются От Русскоязычной Культуры Если не полностью То частично Понимаете Человек Вне Общения Страшно Много Теряет Как бы он Не думал Что Он Много Приобретает Жизнь Как пинг-понг Надо все время Отбивать чью-то Мысль Чтобы Развивать Собственную Там им Очень трудно Не с кем Но Я повторяю Сильный Зрелый Человек Может Ничего нового Не набрать Но и не потерять Ничего Еще вопрос Можно Скажите Если бы Фазиль Искандер Родился Не на Кавказе А в любом Другом месте Состоялся бы Такой писатель Как Фазиль Искандер И о чем бы он писал Вы знаете Я думаю Нужен научный Эксперимент Повторить Попытку Если она Возможна Мы ничего Не знаем Мы не знаем Как и Почему Все это Происходит Мы не знаем Скажем Кавкар Я беру Просто Такой пример Очень Сильного И очень Странного Писателя До конца Никто не может Сказать Он родился Таким Или Какие-то Сильные Болезненные Явления В детстве И в юности Ну то что Как и всякий Большой писатель Он очень ранимый Человек был Это понятно Это Не вызывает Сомнения Гораздо Сложнее Вопрос Человек Вообще Рождается С таким Талантом В такой Или Во многом Талант Связан Со временем Вот одному Говорят Что Кроме того Что Пушкин Гениальный На отрождение Ему еще Гениально Повезло Родиться Вот так Вот как бы Развиться В лучший Момент России То есть Так сказать Момент Вот Патриотического Подъема 12-го Года Сравнительно Мягкого Сравнительно Мягкого Правления И надежд Больших Как бы Удалось Но это Не доказано Ничем Если всерьез Говорить Просто Надо принять Каждого писателя Какой он есть Мы ничего не знаем Об этом Еще вопрос Если можно Если у вас Заветная тема Которую вы Оставляете Так сказать На потом Которой пока еще Считаете себя Неготовым И чем вы Тогда можете Удивить нас Чтобы мы сказали Вот это Фазиль Прошу прощения Уважаемый Уважаемый Фазиль Абдулович Вопрос Это Алаверды Называется Позвольте Вот это Вопрос Который я тоже Думаю Это станет Как бы Финалом Вечера Избави бог Хозяин Этой прекрасной Если у вас Какая-то Та самая Жемчужина Та ваша Заветная тема Тот последний Ваш Так сказать Голос Ваше слово Которое Вы еще должны Вот нам Читателям Дать Обнадежьте нас Спасибо Последнее 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 слово Звучит Многозначительно Но Я надеюсь Пока Предпоследнее Слово Вы знаете Каждый раз В общем Те замыслы Которые Я думаю Сейчас Воплотить Они зрели Во мне Как и Многие Другие И до этого Воплощенные Множество И это Я надеюсь Скажем В течение года Написать Ряд вещей Которые будут Или нанизаны На сюжет О котором На Сюжет О нашем Времени О котором Я вам говорил Или в конце Концов Они будут Как отдельные Большие Рассказы Мне кажется Что это Самые Зрелые Мои Замыслы А о последних Я не хочу Говорить Когда ударит Свет В оконце И вскрикнет Ласточка В саду Слепой Проснувшийся От солнца Глаза Откроет В темноту Что впереди Давно Не молод Давно В потьмах Пустынный Зрак Что зимний День Там Темный Холод Что летний День Горячий Мрак Но Но есть Любимый Сон О детстве Подсолнух В золотой Пыльце И никаких Грядущих Бедствий Там Свет И Мамы На крыльце Так что ему И реальность Яви Сон Что врачует Его стон Он Предпочесть Не только В праве Я в ней Яви Его сон Я в ней Над этой Черной Ямой И потому Над пустотой Помедли Свет Помедли Мамы Гори Подсолнух Золотой Продолжение следует